всем привет с вами канал артмания собралась есть мандарин смотрите вот тут эти полосы как у тыквы прикольно так никогда таких не видел он лежал как раз вот тут сбоку вот видите одна полоса вторая третья идут вот от серединки и у того тоже не замечал даже надо же там одуванчики у нас одуванчики там классные такие на школьном дворе он там вообще уже трава выросла вовсю пушистый кажется такой и здесь зелень весна в этом году рано очень началась обычно все зеленые уже там ближе к лету скажи вместе они вместе и яблочки у нас здесь и манник мама делает для димочки дадима манник мама делает что-то я думал что у нас всю форму он займет но это он меньше половина получится ну ладно что-то я не захотела силиконовой форме делать раньше прям только в силиконе готовил а сейчас что-то мне разонравилось что они получаются такие с корочками направилась сюда на 45 минут и яблочки у нас решили яблочки зимой тут вот вкусняшки лежат у меня сегодня высыпал вот это кофе недавно относительно мне написали что в обзор был на это кофе написали самое плохое кофе честно говоря я уже привыкла мне начинает нравиться здесь темная какая-то обжарка я люблю горький кофе без всяких там сахара и молока и так далее поэтому принципе для меня нормально мне понравился но вот еще по моему такая одна или две пачки у меня осталось вот он наш манник не знаю почему короче он прилип очень сильно к этой форме от хлеб не прилипает вот все супер манник почему-то прилип не знаю посмотрим будет ли это все эти но я думаю это все отодрется конечно это замочишь все отмоешь так здесь у нас яблочки получились такие симпатяшки и вот он сам манник не знаю маслом смазала хорошо смазала надо было все таки силиконовой форме делать проще было бы а тут теперь ее и мыть тоже придется видимо может потому что она такая бугристая вся получилась воздушная яблочко мама положила сверху яблоко сладкая вкусно получается да сметанник такой вкусный мало сладкий почему-то с яблочком хорошо да вон они наши бабушки сидят каждый на своей лавочке теперь и болтают болтает каждый на своей лавочке теперь все боятся вируса друг от друга как раз где-то на 2-3 метра и получается так посадил я сюда новые от росточки хлорофитума здесь тут 1234 остались они у точно такого же цветка у него была когда-то палочка там тоже были такие же детишки и один был очень-очень прям малюсенький слабенький а его случайно срезала да он был прям маленький такой слабенький я решил посадить мне все говорили выкинь выкинь с него ничего не будет а он вырос сейчас я вам покажу у него свои детки и пока я уезжала у них трубочка погибла детки остались вот они проросли у них крышки появились я их посадила ну там у меня еще хлам здесь лежит вот она та слабенькая детка вот она посмотрите как она стала шикарная просто просто очень большая очень красивая а был он маленьким слабеньким случайно чисто случайно его срезала и все мне говорю выкинь выкинь с него ничего не будет он не вырастет у тебя он слабенький он умрет пожалуйста сам рос только поливала и все и горшочек стать у него довольно вот маленький такой вот как посадила его в маленький он так и остался ну к сожалению вот я уезжала чуть дольше времени получилось полила вроде бы но не знаю почему-то он высох трубочка высохла и детки остались вот успел только их собрать вот декабристы мои любимые здесь вот это прям вот вообще большой вот этот наверное надо пересаживать я думаю как считаете вы пишите в комментариях мне кажется уже у него маленький он уже давно в нем сидит хотя и этот тоже сидит но этот хоть свел вот а там он у нас косточка авокадо у него смотрите как корешок закручивается ему тоже воду сейчас долила у нас полив как раз там вот тоже на туда воду это у меня ловушка для мошек такая тоже надо туда так долларовое деревце у меня вот это растет просто как сидит в дыршке прям и все вот это он просто смотрите прям шикарно него большие он какие листья закрученные кстати говорят папа говорил не если вот так вот прямой на что он болеет вот но это вот как раз последствия того что я уезжаю часто и не всегда поливаю вот он не знаю будет у него вторая детка или не будет декабрист декабристы с картосами они вообще терпят всегда уезды мои нормально переносит пока я тут готовлю чем можно занять ребенка а мы тут играем это она тише стало да это вот как раз тут у нас букет стоит мы так радуемся этому букету да сына тут у нас смотрите солнышко зелень солнышко и вот этот весенний букет и прям вообще мы короче его помыли зря конечно не показала не планировала перемывать все искусственные цветы но мы его вот помыли он прям беленький такой стал и там кстати ванной да ванной вот еще букет у нас сохнет здесь есть мы его тоже помыли не знаю пока куда я его там пристрою и у нас еще кстати вот здесь вот еще цветы стоят их я еще не мыла они пыльные их буду мыть попозже читаешь что написано и читает сидит главное читает прям понимает что там написано перевернили вот так так как ногами читаешь ну и чё написано какие там буквы ты хочешь знакомые буквы там видишь какие буквы то этом чуще дальше асс ты пропустил эту букву с сэ п это какая е молодец ой держи это р молодец это т молодец какое слово эксперт эксперт молодец все буквы знаешь хотя мы с тобой уже их не повторяли довольно довольно давно да димочка да ну ты все буквы знаешь димочки нас два года и десять да десять месяцев будет скоро десять месяцев уже будет да уже скоро чуть-чуть осталось через несколько дней да да что тут такое прям как с газеты сидит за столом как настоящий мужчина да пока мама готовит что там написано что-то интересное да да вот я хотела что там на канале на канале как я ее делала и конечно же наши цветочки да слушайте они мне так радуют про меня как будто настоящие вот надо будет это фикс прайс я кстати брала надо еще сходить купить по одной штучке а то у меня получается четное две белые и две по-моему две да две розовые четное вроде как нехорошо надо еще по одной купить что было нечетное и букет будет побольше да сына да о да ты уже пеленаешь коробочку да батюшка давай запеленаем коробочку бумажечку дай и положим коробочку спать да зайка да зайка спать положим коробочку да вот так мы ее пеленаем да а там у нас уже зелено зелено клен уже растет вот такой большой стал как-то он быстро вырос прям там катаются хотела сказать на роликах нет там не ролик что-то другое уж название не знаешь пока просидишь на карантине здесь дома от жизни отстанешь на улицу выйдешь а там уже все будут на самолетах летать солнышко у нас самолеты сейчас будут самолеты летать будут да самолеты будут летать да сына а на балконе много самолетов Да, на балконе много самолётов будет летать. Тёшка, да? Да. Что это? Тёшка. Курочка, да? Мама захотела вдруг курочку. Диме я делала куриную грудку на днях. Супчик варила. Ну, я чуть-чуть тоже оттуда поела. Вот. А что-то мне прямо сегодня ужасно захотелось курочку. Причём я сейчас посмотрела как раз обзор покупок канала. И там они купили, я не знаю, вроде на вид похоже, курица. Она уже лежала у них на столе. Я подумала, блин, я хочу курицу. Вот. Ну, полезла, конечно, у меня в морозилке запасы есть большие. Думаю, надо эту морозилку освобождать уже лето скоро. Блин, что-то она плохо мажет её. Думаю, скоро лето, надо морозилку освобождать. Вот. И вот достала замороженную курочку. Майонезиком её помажем с вами. И сейчас специями. Здесь капли какая-то. Да? Большая там капля? Большая. Большая капля. Вот. Не знаю, что с неё сейчас получится из-за мороженной. Честно говоря, я из-за мороженной делаю так впервые. Но я думаю, что она не развалится и запечётся. А голая она? Голая она? Голая. А, сын, кстати, сразу понял, что это курица. Сразу как-то. Спрятался, Дима говорит, спрятался курочка. Так, вот у меня есть специи. Держишь? Держи. Вот. Ну-ка, понюхай. Ммм, специи. Ммм, обалденно пахнет специями. Для мяса. Покупала на рынке, на губернском. У нас губернский рынок есть рядом, неподалёку с домом. Подожди. Просто подходите, говорите, для мяса специи, не острую. И всё. Хотя каждый раз делают по-разному. Как-то добавляют. Не знаешь половину, что добавляют, они настолько быстро это всё делают. Сейчас, короче, ещё туда водичку добавлю и потом. вам покажу конечный результат всего этого моего интересного производства. Производство, да, это называется, Дима? Или как это называется? Производство. Понятно. Всё. Производство. Поставлю её, наверное, часа так на два. Точно. Как раз на ночь я её и съем. Ну вот, наш задок готов. Тут сколько бульончика. Тут вот задок. 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 Когда я доставала курочку, курочка такая, думаю, а когда я увидела, особенно вот так вот сверху, думаю, задок. Задок. Она такая, кстати, поджарится. Когда я её вытащила, прям таким поджаристым ароматом так пахло. Ну вот она где-то у меня полтора часа запекалась. И даже смотрю, вот тут вот эта вот ножка, она даже тоньше стала. Хотя там, по-моему, на ней было что-то мясо. Остынет. И я буду её кушать. Посмотрим, сколько я съем. Но она, кстати, такая довольно мягенькая, нежненькая, наверное, получилась. Потом расскажу. Да, кстати. Кушать я её буду вот с таким соусом. Очень обожаю этот соус. Кисло-сладкий. Прям обалденный. Ням-ням-ням. Сегодня вот из запаса достала. Хотела сказать задок, чтобы поесть соус. Ну да, примерно так. Так. Поехали.